Сегодня в дар Одесской национальной научной библиотеки имени Горького дочка выдающегося писателя-мариниста Ивана Гайдаенко преподнесла частную коллекцию книг своего отца, которая собиралась на протяжении долгих лет. Материалы, переданные библиотеке, имеют большую историческую ценность. В фонде Одесской национальной научной библиотеки имени Максима Горького хранится значительное количество личных коллекций книг, подаренных в разное время выдающимися личностями. Сегодня библиотека была пополнена еще одним собранием известного писателя-мариниста, журналиста Ивана Петровича Гайдаенко. Одессит, человек-легенда, оставил свой след в истории Украины. Прошел не одну войну, пережив кровь и нечеловеческую жестокость. В 1942 году в свет вышла первая книга писателя «В коричневом плену» «Человек чести и справедливости, который всегда писал правдиво, без лжи и фальши». Более тысячи изданий книг, в том числе работы самого Ивана Гайдаенко, различные произведения других писателей были отданы в дар научной библиотеке. С этой библиотекой Ивана Петровича много связано. Это центральная наша библиотека, научная библиотека. Сюда, как нам всем известно, Одесситам приходят люди работать над своими научными трудами. Это немаловажно. И я так думаю, что Иван Петрович согласился бы со мной, если бы был жив с этой акцией. Для того, чтобы сегодня люди приходили, читали и писали свои научные труды, я дарю вот такую часть библиотеки. Ценность коллекции заключается в том, что она отображает научные и культурные интересы не только писателя, но и интеллектуальных кругов отечественной эпохи. Все материалы являются важным источником информации для истории страны. Всю семья дарит библиотеки навечно с правом предоставляния писателям, ученым, студентам работать над изучением его творчества и его вклада в историю культуры не только Одессы, а и всего мира. Ивана Гайдаенко не зря считают писателем-маринистом. Преданность морской стихии слышна как в содержании, так и в названиях его произведений. На морских дорогах пусть светят маяки, моя бригантина. Стоит отметить, что многие творения были написаны урывками между дел за крохотным письменным столом в каюте во время рейса. Помимо различной литературы, в дар библиотеки также отдан стол, за которым работал талантливый писатель и публицист. Елена Бачевская, Руслан Акаев, телекомпания «Круг».